Всем привет, дорогие друзья, с вами Берваря. Сегодня мы будем пробовать пиво Юсберг. А пиво Юсберг, перетест, пиво Юсберг просят примерно столько же, сколько просят вернуть Ваню, устроить коллаборацию с ТБП, возобновить рубрику с шаурмой и прочие, прочие малоизбыточные вещи. А Юсберг все-таки я, однако, решил сегодня взять на тест, потому что вспомнил, что сам-то, в принципе, давно не пил это пиво. И напомню для... Алда-то помнит, но для тех, кто вдруг не в курсе, напомню, что Юсберг это довольно давно появилось на рынке и появилось просто как какой-то просто топчайший топ, потому что якобы Суздальская пивоварня, которая делала качественное пиво, при этом пиво стоило не очень дорого, а пшеничка была супер божественной, пилс был похуже, но не уступал там всяким мюнхенским сортам пива типа Шпаттена и Хоу Броя. И в принципе, то есть пиво был довольно необычный, выглядел весьма себе премиально. Особенные бутылки, особенная этикетка, история про хорошую воду из друслы реки и прочее, прочее, прочее. Про дрожжи из Мюнхена и прочую рецептуру и вообще как бы желание пивоварной сделать хорошее пиво. Пиво был, правда, топовый, пшеничку мы пару раз, она появлялась у нас в обзорах, мы ее называли самой классной за свои деньги, а потом что-то пошло у Юсберга не так, и завод, ну, просто пиво пропало с полок и очень долго не было никаких вестей. Потом появилось объявление на Авито, что продается пивоваренный завод, а там за пару сотен миллионов рублей, представляю, кстати, как это забавно выглядело, типа там, алло, здравствуйте, завод до сих пор продается у вас? Да, да, продается, да, вечером, вечером с работы приду, звоните, обсудим, покажу, приезжайте, вот, скидку дадете, дадите, ну, на месте посмотрите, там, расскажу все, завод своих денег стоит. Не знаю, что в итоге произошло, продали ли завод, поменялись ли владельцы. Упаковка не сильно изменилась, форма бутылки осталась такой же и тоже она такая же, с вот таким вот фирменным, фирменным знаком. Этикетка стала, как по мне, чуть легче, чуть современнее и даже в какой-то степени чуть круче. Не знаю, вообще, как бы приятно на эту бутылку посмотреть, взять в руки и вообще все прекрасно и замечательно. Я сначала попробую пилзнер. Пилзнер, я не нашел, я не нашел пилза, вот этого, того самого, про который рассказывал. В красном и белом стоял пилзнер, но ходят слухи, что где-то еще есть и пилз. Ну, давайте попробуем пилзнер. Пилзнер, 60, по-моему, 8 рублей я в КБ за него отдал, но это вообще недорого по сравнению с тем, что, в принципе, сейчас как бы с пивом до 50 рублей сейчас не очень хорошая обстановка и много с вами довольно пробовали в последнее время дешевых сортов пивас и ничего хорошего особо. Я в этом ценовом сегменте не нахожу пива. Пиво красивое, красивая пена, мало пузырей, посмотрите, как прям вот шикарно выглядят. Пахнет, ну, пахнет как-то не очень. Запах такого вот пива для батя, такого недорогого, такого не очень качественного, не очень прикольного пиваса. То есть, насыщенный такой, но вот чтобы бате нравился, потому что если пивом не пахнет, вот это насыщенное, батя просто недоволен, считает, что деньги впустую потрачены. Ну, и довольно спорно. С одной стороны, пиво действительно довольно качественное и довольно сбалансированное, приятное по вкусу. С другой стороны, не знаю, мне создается ощущение, что взяли Пилзнер-Урквилл и в Пилзнер-Урквилл подмешали какой-нибудь, не знаю, там, хвойнинское, жигулевское какое-нибудь. Какое-нибудь там, не знаю, какое-нибудь недорогое, местное, разливное, при этом неплохое, неотвратительное, негадкое. Но все равно вот есть такой вот дух отечественного пива, такой вот кислой пивнушки, такой вот, он чувствуется, этот дух. При этом пиво вообще неплохое абсолютно. После вкуса я сначала хотел сказать, что гадкость, гадость какая-то во рту остается, но нет, то есть это действительно был вкус хмеля. Опять же, вот с этим вот таким вот кисло-хлебным таким вот привкусом. И он, в принципе, сменился потом, ну, просто таким вот нейтральным вкусом пива. Не могу сказать, что он прям супер, супер чешский, супер классный, и что, например, там, тот же самый, там, какой-нибудь, там, Крушовица какой-нибудь, или какой-нибудь Пилзнер Урквилл он переплевывает. Хотя, наверное, из аналогов, вот, похожий по вкусу, почему-то мне повеяло пивом Бакалар. Тоже вот есть такой вот не супер совершенный такой вот, не супер легкий вкус Пилзнера, при этом, при этом это пиво сильно дешевле. То есть, если Бакалар, там, в лучшие дни за сотку вам предложит, там, за рублей за 98, может быть, по акции в ленте, то здесь вот, пожалуйста, 60 рублей. Или бокальчик ваш, а эмоции те же самые. Но при этом все равно вот эта вот такая вот небольшая какая-то вот эта вот, вот этот вот, какой-то такой вот русский дух отечества здесь присутствует. И немножко портит мне впечатление от пива, и хочется его, ну, что-то такое вот прямо вот закинуть в топку какую-нибудь, там, чипсу или арахис, или что-нибудь еще. Сейчас со мной резко отказался сотрудничать с фотоаппарат, и я примерно 20 минут его заряжал, потому что, ну, что-то случилось. Короче, пиво-то пиво, и вот все-таки вот это вот послевкусие гадкое, вот это дрянное, оно скапливается. Оно скапливается, и нет ощущения в итоге, какое пиво ты пил. То есть, какое-то хорошее, качественное, или какую-то золотую бочку, или старый мельник, я не знаю, какой-то такой вот, какая-то такая вот, все равно дрянь какая-то такая остается. То есть, будет вонять посетителям разливайки от вас, вот. И как бы, вот это, наверное, ну, при этом это, наверное, единственная вещь, с которой нужно вам смириться. Пиво достаточно легкое, приятное, алкоголь у него, кстати, 4,8. Ну да, ладно, всех интересует, собственно, та самая пшеничка, действительно ли она осталась такой же классной. Давайте сейчас попробуем. Здесь пиво покрепче, здесь алкоголь 5,7 аж целых, и, кстати, по-моему, по-моему, было меньше. Я не знаю, если есть спецы, алда, которая помнит, то поправьте меня обязательно, но 5,7 это не так уж и много для Вайцена, но пахнет Германией, пахнет тем самым немецким пшеничным. Выглядит тоже, посмотрите, такой вот густой, насыщенный такой вот, прям вот свежевыжатый апельсиновый сок, тоже здесь хорошая пена, на удивление. Сейчас поболтаю, а то скажут опять пацаны, что все не по фэн-шую. Нет, пиво, смотрите, просто, посмотрите, какое оно красивое и классное. Нет, все-таки пиво стало похуже. Я не могу, конечно, прям вот сейчас со стопроцентной уверенностью сказать, что вот я вот прям отлично, досконально помню тот самый вкус, хотя пиво, юсберг пшеничного было в те времена выпито очень много. И у меня стояло, у меня пару раз ящик стоял, это у пива, и я хватал по бутылочке другое, тут периодически, и на постоянке я пил это пиво. Первое впечатление, которое у меня вот от этого пиваса появилось, это то, что стало как-то жидко и пусто. Несмотря на то, что крепость довольно большая, все равно ощущение вот этого вот, вот это вот сразу, вот этот пшеничный, вот этот вот банановый, вот этот вот удар мощный, вот этого густого нефильтрованного пива, его здесь нет. То есть здесь именно вот прям вот, как будто это все очень хорошо разбавлено. То есть если взять ближайших конкурентов, которые тоже в этом же магазине КБ стоят на соседних полках, а это импортные сорта, немецкие, австрийские, Прибалтика, тоже немецкие вот такие вот вайсбиры, они будут хуже. Они будут хуже, ну или не хуже, или не хуже, но и не сильно лучше. То есть, не знаю, там даже взять там то же самое пиво Санвальд, которое хвалили ходоки по магазину КБ, и типа сказали, что оно топ за свои деньги. На самом деле у меня так дико у меня припекает, вот это вот топ за свои деньги. Мне очень сильно хочется, с одной стороны, начать войну, потому что, ну типа пиво не очень, но за свои деньги топ. То есть, я не знаю, я сейчас, не знаю, там вам завтра главный технолог насыт в бутылке и поставит это пиво по 5 рублей. И, ну попробую, скажут, ну конечно, да, типа там, ну в пиво тут нас, оно, но 5 рублей, за 5 рублей это норм. Типа за 5 рублей можно и такое попить, с одной стороны, с другой стороны. Я прекрасно понимаю, что у многих людей тупо нет денег. И разница между купить пиво за 50 рублей и купить пиво за 100 рублей, разница есть довольно большая для них, для этих людей. Соответственно, они за эти 50 рублей пытаются найти максимально хорошее, максимально хорошее и качественное. И это очень сложная задача. Я с этой задачей, ну с большим трудом, наверное, помогаю вам справляться, потому что мне по большей части то пиво, которое, ну я не хочу мириться с недостатками этого пива, просто потому что мне его продали дешевле. Но это, не знаю, как если, например, вы там хотите, там вы 16-летняя школьница и хотите устроить себе самый крутой день рождения в мире, и на этот день рождения все должно быть идеально, и вы себе поставили галочку, что обязательно должен быть лимузин. Но лимузин не вписывается в бюджет, и поискав там по разным сайтам, вы нашли какой-то там, не знаю, там сваренный там из трех, из четырех машин какой-то там, не знаю, какой-нибудь там старый, какой-нибудь Мерседес. Какой-то кривой с какими-нибудь там обоссанными, какими-нибудь старыми, кожаными, красными, какими-нибудь бульгарными диванами, на которые там уже натыканы бычками и пролита куча алкоголя. Они липкие, когда на них садишься и типа, ну вот же, типа тебе лимузин там, ты хотел лимузин, вот тебе лимузин. Но при этом это честно. То есть, да, продукт не совсем классный, да, но ты за него платишь мало. В случае с пивом Sunwald и прочими импортными сортами, мне кажется, что это не честно. И продукт не классный, и стоит это не сильно дешево. И еще вот эта тема, что это премиум импорт from Germany, Weiss Beer, from the best of the best, Science 1495, мне кажется, это не честно. Как раз вот здесь вот больше обманы и разводы, чем вот в таком пиве. Здесь, ну, не знаю, как бы, на постоянку вернуться к этому пиву я не хочу. Я продолжу покупать, там, не знаю, какой-нибудь пул лайнер, например, какой-нибудь там Майзелс Вайс, какой-нибудь, там, не знаю, Францисканер тот же самый. Он мне все равно даст больше вот этой вот пшеничной дерманности и вот этого вот вкуса. Ну, просто потому что, потому что, если я хочу пшеничку, я хочу, чтобы все было хорошо. И все-таки, если у меня нет денег, я выбираю какие-то другие, более простые сорта, которые мне, может быть, дадут меньше эмоций, но они меня точно не разочаруют. То есть, что-то такое, скорее всего, будет светлое пиво, это вряд ли будет пшеничка. Ну, если совсем нет денег, вот прям абсолютно, и в качестве разнообразия, когда кружечка чешского уже достала, можно, собственно, пропустить бутылочку-другую. При этом я не могу сказать, что это сильно плохо. Я все еще укрепляю в своем желании сделать слепой тест пшеничного пива, в него должны войти и Юсберг, и Белый Крем, или Балтика-Восьмерка, именно российского пива, хамовники, мюнхенское. Именно пиво от российских пивоварен, не лицензионное, не привезенное, не импортное, то есть, именно вот они, дорогие российские бренды. И я думаю, что мы вслепую это попробуем все, и там окончательно уже выберем какого-нибудь пшеничного победителя. И, опять же, нет, Юсберг это неплохо, это хорошо, но вот тех самых вот прекрасных эмоций, как раньше, оно меня не вызывает. Все-таки стало оно чуть более гадкое. А вот такой сегодня получился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, следите за выходом новых видео. А с вами был видеоблог Берваря, всем спасибо, дорогие друзья.